Здравствуйте, дорогие женщины России! Мы обращаемся к вам, женщины Украины. Мы не хотим хоронить своих детей, а вы, матери России, вы хотите хоронить своих братьев, мужей, сыновей в этой братоубийственной войне? Если да, то задумайтесь, а что взамен? Денежная компенсация, звание героя посмертно. Мифический ЛНР и ДНР, растущий рейтинг политиков, замешанный на крови ваших и наших родных, вы для этого рожали и воспитывали детей? Мы нет. В этой войне Россия и Украины уже тысячи погибших и будут еще. Если мы с вами вместе не остановим это безумие. За что гибнут ваши и наши дети? Наши защищают свой дом. А ваши? Разве в ваш дом пришла беда? Наши защищают свою семью. А ваши? Разве вашим семьям что-то угрожает? Наши дети защищают землю, свою родину. А разве к вашей родине напал враг? Тогда вывод один напрашивается, что ваши дети гибнут только ради амбиций политиков. Но мы не будем сегодня обсуждать поведение политиков. Сегодня самая главная задача это остановить войну и спасти ваших и наших детей. Сердце кровью обливается. Когда видишь, как на территории ЛНР и ДНР обращаются с телами погибших российских солдат. Их закапывают в общие могилы и ставят таблички. Солдат 1, солдат 2, солдат 3 и так далее. Их сбрасывают в что ни шах. Их сбрасывают на дно озер. Ваш премьер-министр из-за лукаса закупили передвижные крематории. И они уже работают. Это страшно. Чужих детей не бывает. Ищите своих родных. Даже если вам удастся услышать в телефоне, не волнуйся, мама, я на учениях, сомневайтесь. Сомневайтесь. Сомневайтесь до тех пор, пока на 100% не убедитесь, что вашему родному человеку не грозит затеряться среди погибших на территории Украины, куда их часто засылают без документов и опознавательных знаков. Даже если вы глубоко убеждены, что мы, украинцы, выбрали не тех, идем не туда и не с теми, плюньте вы на это, просто ищите и спасайте своих детей, пока для некоторых еще не поздно. Более полную информацию вам смогут предоставить в редакции телеканала «Дождь». Там ведут онлайновый список убитых, раненых и пленных в Украине российских солдат. Ищите связь с Валентиной Мельниковой, главой Союза комитетов солдатских матерей России. Существует также страничка ВКонтакте, которая называется «Комитет Союза матерей России». Выходите на связь с Эллой Поляковой. Есть страница «Мама солдата» и еще, дорогие женщины, к сожалению, страница в Фейсбуке «Груз-200» из Украины в Россию. Мы считаем, что самая большая, непоправимая беда – это потеря близких. А ваших детей посылают на смерть для защиты тех, кто на самом деле в этой защите не нуждается. Задумайтесь, хотите ли вы отдавать своих близких на пушечное мясо ради чьих-то политических амбиций. Ни одна власть не стоит жизни наших родных. Спешите, дорога, каждая минута, минута, которая может спасти жизнь вашим и нашим близким. Мы, украинские матери, солидарны с вами во всероссийской акции «Спаси чего-то сына», «Помоги остановить войну». Призываем вас участвовать в этом митинге всех российских женщин, пока беда не пришла в каждый дом. Матери, жены, сестры, дочери. 12 сентября 2014 года выходите на центральные площади своих городов, сел, деревень. Остановим вместе войну. Субтитры создавал DimaTorzok